Он боится этого дня переназначения так, что он решил зачистить всех и всяк, кто участвовал с 2020 года в протестах. Ну и опять же, когда говорят, белорусы сдались, ну простите, если белорусы сдались, зачем Лукашенко каждый день арестовывает пачками людей и сажает в тюрьме, осуждает, приговорит? У нас, к сожалению, на прошлой неделе умер политический заключенный, 22 года парню, то есть его убили просто в тюрьме. У нас посадили курсанта Академии Министерства внутренних дел, как предполагают, ну это предположение, он хотел пойти служить полк Калиновского, 15 лет тюрьмы дали за измену Родины. И таких статей просто огромное количество. За оскорбление Лукашенко 1200 человек осудили за это время. И кто-то говорит, что белорусы не сражаются, 1200 человек только за оскорбление Лукашенко. Ну конечно, это не оскорбление, это критика в его адрес была сделана. Ну поэтому тут две параллельные стратегии, которые он ведет. Он боится событий прошлого и он боится того, что произойдет это опять в будущем. Оно произойдет. Я ему это обещаю, мы это обещаем белорусы. Оно произойдет. Вопрос только, конечно, когда, но на это ответит история. Упоминал я сегодня телеграм-канал Пул Первого, который ведет пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсман. Там сейчас активно постится видео с призывами Лукашенко баллотироваться на пост президента Беларуси. Якобы трудовые коллективы собираются для того, чтобы записать эти видео. Они все проходят под условным хештегом «Надо». Я не могу понять, зачем это делать, зачем эти комсомольские, ну во-первых, эти комсомольские подходы, да? Во-вторых, ну неужели, это просто сложно поверить, что неужели это делается только для того, чтобы потешить самолюбие Лукашенко? Вы знаете, выглядит это как свататься после свадьбы. То есть свадьба уже состоялась, а к нему сватаются. Все это было продумано на кампанию, ну как предполагалось, что 23 февраля будут выборы. А самый крайний срок, когда он мог их сделать, это июль месяц. Это было логично бы, например, когда выходят с такими роликами, записаны они были, конечно, заранее, мы-то знаем эту информацию. Все говорят, надо, надо, чтобы он пошел на выборы. Ну и Лукашенко такой сидит себе и говорит, да, я согласился, ну раз вы меня так просите, надо, ну значит надо, иду. А получилось же все наоборот. Он решил, вот, я думаю, по согласованию с Кремлем, стартануть раньше, на январь месяц, и сидя со Скобеевой в Татарстане, отвечая на ее вопрос, он взял даже на территорию России, объявил о том, что он идет на выборы. Это вообще, конечно, кощунственно, то есть ты пытаешься доказать, что независимый президент независимого государства. Не президент, и, конечно, не независимого государства, потому что ты делаешь на территории иностранного государства, которое прежде всего угрожает суверенитету и независимость твоей страны. Ну ладно, это опустим. Ну то есть он говорит, надо, то есть я пойду на выборы, а после этого пошла кампания. То есть тут все перепутано, и инсайды все говорят, что это был фальстарт, да, со стороны Лукашенко. Но, конечно, когда, извините, спецназ, силы специальных операций выходят ночью, выстраиваются и потом говорят, надо, а те, кто против, и стреляют в небо с автоматов, ну, простите, вот это точно атмосфера для избирательных компаний. То есть они дают понять, что те, кто будет против, и он же под это поменял законодательство. Он дал право армии, например, стрелять в людей, но нести за это никакой ответственности. МВД проводит учения в преддверии так называемых выборов. Грызлов, посол России, выходит и заявляет, мы придем на помощь нашему союзнику, если в Беларуси будут протесты. Это практически вмешательство во внутренние дела. И он еще будет рассказывать про независимость. А что ж посол иностранного государства такое заявляет? Песков выходит и говорит, у нас все за Лукашенко. То есть это показывает, что он готов применить силу в максимально возможном масштабе для того, чтобы не повторить события августа 2020 года. У него психологическая травма. Человек настолько травмирован, что он просто боится, боится людей. Ну, каждый диктатор ненавидит и боится свой народ. Это же, вот это мы сейчас с вами наблюдаем. Ну, и ему нужны еще внешние враги. Враги у него, в принципе, все. Кстати, Россия для него тоже враг. Я уверен в том, что он и Россию боится. Вы знаете, продолжая комсомольскую тему, я обратил внимание, что Александр Лукашенко 7 ноября поздравил белорусов с днем Октябрьской революции. То есть с днем Октябрьского переворота. Дальше процитирую. Объявление о создании Социалистической Советской Республики Белоруссии стало поистине торжеством исторической справедливости. «Выбрав в 21 веке самостоятельный путь, мы сохраняем непроходящие ориентиры советской эпохи. От идеалов социального равенства и гуманизма до ценностей мира и дружбы народов». Конец цитаты. Ну, тут, во-первых, удивительно, что президент Белоруссии называет ее Белоруссией. Но это уже такое. Вы знаете, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, кажется, первым об этом сказал, что развязав войну России против Украины, Владимир Путин участвует в своей личной Второй мировой войне. Он пытается победить в Великой Отечественной войне, которая для Советского Союза закончилась в 1945 году. Можем ли мы говорить о том, что Александр Лукашенко, вот как Путин до сих пор воюет во Второй мировой, вот так же Александр Лукашенко до сих пор живет в БССР и делает все возможное для того, чтобы в Белоруссии внедрить идеалы коммунистического общества, какими он их видит, естественно? Да, вы правы, только за одним существенным отличием. Он же сам бургвазия, он самый богатый выходец из Белоруссии. Ну, конечно, назвать его белорусом нельзя, но это, скажем, семья выходцев из Белоруссии самая богатая в нашей стране благодаря награбленному, ворованному белорусскому народу. Миллиарды, да, десятки миллиардов долларов. Ну, знаете, сразу вспоминается, да, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди, да, я думаю, что Лукашенко, он советской эпохи человек, он эту советскость не убрал и никогда не сможет вымрать из своих мозгов, из своей головы. Это абсолютно просоветский человек. Для него, вот это человек из прошлого, знаете, вот человек из прошлого сидит в сегодняшнем и пытается апеллировать к тому, что уже доказано не раз историей, как неэффективная система. Система, которая привела к масштабнейшим репрессиям, убийствам миллионов людей, привела к войнам и так далее, и так далее. И этот человек живет этим прошлым. Но здесь есть поразительный, ну, не поразительный, положительный, я хотел правильно сказать, итог, заключаясь в том, что белорусы это вообще не покупают. Им 7 ноября, праздник, ну, хорошо, на работу не пойдем. Вот единственное, что может быть в плюс, да, потому что Лукашенко не любит много праздников людям давать. Вот это для них это только плюс. Но праздник идеологический они не воспринимают, в принципе, вообще, абсолютно. В контексте предстоящих так называемых выборов в России заявили, что готовы направить своих силовиков в Беларусь, если там вспыхнут протесты. Зачем? Что это означает? Говорит ли это о том, что Лукашенко теряет хватку или таким образом перестраховывается и в России, и в Беларуси? Ну, я говорил о том, что, с одной стороны, Россия дает сигнал помощи своему союзнику. Это отличает политику России от 2020 года, когда по различным сведениям, и много об этом писалось и говорилось и аналитиками, и приводились доказательства. Россия пыталась поставить на колени Лукашенко и сделала это достаточно успешно. Она вмешивалась в избирательный процесс. Сейчас же Лукашенко выторговал, как мы видим у Путина, согласие на переназначение на очередной срок. Он выполняет те обязательства, которые он взял перед собой, перед Путиным, в большей степени, нежели в меньшей, и поэтому он удовлетворяет Кремль. И эти заявления абсолютно согласованы и с Кремлем. Невозможно, чтобы даже такого уровня посолка Грызлов, бывший представитель Госдумы, высшее должностное лицо России, бывшее, без согласия Кремля, сделал такое заявление. Может ли сделать такое заявление Песков, являясь пристрем Кремля. Все это позиция Кремля. То есть они ему дали индульгенцию на продолжение репрессии, подавления белорусского общества. Потому что это отвечает интересам российского общества. Уничтожение национального в Беларуси, уничтожение демократического в Беларуси, прав человека, свободолюбие, проевропейскости. Это все отвечает интересам Российской Федерации. А инструментом реализации этого сегодня является Лукашенко. Чего ж его не поддержать? А если кто-то будет этому сопротивляться, русские говорят, мы отправим в Беларусь войска. Ужасно в том, что человек просто дико любит власть. Понимаете, вот Лукашенко... Почему нельзя в политику допускать людей, которые любят власть? Вот это самый ярчайший пример. Болезни властью и то, что человек любит власть. Ему даже вторичные деньги. Ему главное, действительно, власть. И он не постоит ни перед чем. Он будет убивать, пытать людей, уничтожать, депортировать. У нас сотни тысяч депортированы из страны беларусов. Поэтому данный ООН, 300 тысяч беларусов было депортировано с территории Беларуси. Ну а в данном случае Россия, он выгоден. Он выгоден таким вот губернатором, администратором территории Беларуси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова